Всем доброе утречко! Нам пришлось Лисочку пораньше разбудить, потому что к ней сейчас придет доктор. Ну не сейчас, а через 40 минут приедет. Давай посмотрим, что тебе зайчик принес, и я побегу к бабушке в больничку. Хорошо? Видела, что она принесла такую ручку, и я ее видела. Это не ручка, зайка, не ломай, это цветочек, настоящий. Понюхай, он пахнет. Тебе тюльпанчик принес настоящий, надо водичку поставить. Водичку она принес. Кто это такой? Это какая-то жмакалка на жвачку похожа. Жмакать. Солнышко, я пойду к бабушке в больничку, хорошо? А тетя доктор придет, она тебя послушает, твои легкие послушают. Хорошо? Я сейчас могу сказать, что она не делает. Горлышко глянь, ты послушай, ты все, больше ничего не сделает. Страшного ничего нет. Хорошо? Катя с утра сбегала, купила новые тюльпанчики, потому что бабушкины уже засохли. Мы их берем с собой. И мы с Катей идем сейчас пешком в больницу, потому что... Ну, Костя будет занят. Вот. А мне сегодня говорить с доктором по поводу дальнейших действий. У меня второй день подряд что-то очень кружится голова. Ну, вернее, шатает вправо-влево. Я не знаю, для того же период томления. Потому что выспаться сильно не удается. Вот. Ну, думаю, сейчас мне прогулка пешком как раз на пользу. Впервые иду пешком в больницу. Вот. Катя нашла тюльпаны вообще без проблем. Капец, мы с Костей так долго искали. А она только поехала и сразу же нашла. Доброе утро. А я пришла тебе поменять цветочки. А купила их Катя. Мы тебе кашку принесли. Спасибо. Ты еще не завтракала? Завтракала. Смотри, какие. Катя купила сама. И наши уже, конечно. Вот такие стали. На, держи. Может, это сельба отрывать? Не, не, отрывать не надо. Лучше как-то развернуть просто. Да, ну, вот все так. Мне кажется, что они расправятся. Они расправятся. Они в холодильнике стояли. А, ну так тем более. Премия тому, кто найдет не пропавшие вещи. А когда премия стоит? Очки, не платят твои очки. Что за премия? Откуда? Под бабушкой. Они надо из халата выпали. Премия тому, кто найдет очки. Я вставала. Я одеяло перетряю. Тебе, Катя, нужна была просто. Ну, так что? Какая премия? Это. Так, бабушка идет на перевязку. У нее там вчера что-то такое было, как будто бы шов разошелся. И сейчас будет посмотреть профессор. Нет, вы же со мной не пойдете. Вы тут сидите. Ну, я тапки накину и пойду. Мало ли, что мне там захотят сказать. Да ничего, на перевязку у тебя все равно не получится. Ну, я стану под кабинетом. Вы лучше откройте. Ой. Проветрите пока. Проветрите здесь, я схожу с ней. Так, вернулись мы домой. Не успела я к врачу. Врач уже уехала. Говорит, Костя сказала ОРВИ. Горло красное. Горло красное. Да, горло, кстати, начало только сейчас болеть. Это уже пятый день болезни. И она вчера пожаловалась, что у нее горло болит. До этого не болело. Что еще? Ну, вот выписала, что ей давать. И сколько. Все это в расчете на пять дней. О, отрывин видишь капать. Я же говорила. Отревина нет. Я ей сказал. Я отрывин в аптеках спрашиваю. Его нет на поставках. Она сказала, без проблем. У меня вот кизины формулирует. Купать можно под душем. В ванне не надо. Гулять по желанию, если есть желание, тоже без проблем. А что значит высокая подушка? Голову повыше надо, потому что у нее кашля нет, когда выше. А, чтобы она лучше откашлялась, или что? Да. Ну, чтобы вообще не кашляла. А, чтобы она не кашляла, я поняла, когда спит. Да, и сказала к ортодонту сходить. Я спросила. Да, мы ходили. Если в Гиле хороший ортодонт, ну вот она дала в Соложенском районе. Мы же ходили к ортодонтам. Они сказали раньше шести лет, вам у нас делать нечего. Понятно, короче. Ну, вот самое главное, вот этот пункт. Доктор Тайса, сироп подорожника. Потому что мы не знали, какой сироп ей давать при кашле. Вот это самое главное, что выписала сироп. Потому что кашель бывает разный, и сиропы даются, соответственно, разные. Блин, мира. Привет, пап. Ох, и вовремя ты всегда звонишь. Алиска спит, блин. Телефон заорал. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Так, Алиса еще немножко поспала. Проснулась, пьет водичку. Самое главное, это отпиваться жидкостями. И Костя уже принес кулечек, купил лекарство. Вот если вы заболеете, ребенок заболеет, в Украине вам пропишут примерно вот такое лечение. А если ребенок заболеет в Испании, то пропишут примерно вот такое лечение. В этом разница. В подходе нашей медицины. Так, ну а мы сейчас посмотрим, что тут. Сироп от кашля. И сейчас попшикаем горлышко. Спрей для горла. Попшикаем, чтобы не болело, да? Давай начнем с горлышка. Потом мы покапаем носик. А мне показалось, что от Алисы запах ацетона. Я решила проверить. Это просто капец, какого цвета палочка. Я просто в шоке. Насушили Алисе Сухариковой из черного хлеба. Ей они очень понравились. И принесли Кока-Колу. Вы понимаете, ацетон Кока-Кола может сбить, ну, за раз просто. Это человек, который просто шарахается от Кока-Колы. Я вообще не видела таких детей, которые настолько не любят Кока-Колу. Дети обычно, наоборот, просятся, понимаете? Алис, ну надо чуть-чуть. Я же тебе даю чайную ложечку. Смотри, как мало. Ну, сейчас еще один сухарик. И вот так повторяется уже не первый раз. Сейчас еще один сухарик. Сейчас еще один сухарик. Алис, ну сухариком заешь. На, быстренько выпьешь. И сухариком заешь. Только можно чуть-чуть. Ну, да, она с газиками. Ну и что? Это просто газики. На. Всю ложечку выпьи, пожалуйста. Здесь чуть-чуть осталось. Давай сухариком заешь. Ну, сейчас еще один. Как будто я не знаю. Я ей траву какую-то предлагаю. Дети просят родителей. Мама, купи мне Кока-Колой. Купи. У меня ребенок, который лимонады никакие не пьет. То есть для нее что-то газированное, это ужасно. Купи мне шоколадку. Купи мне шоколадку. Давай. Ну все, молодец. Бери сухарик. Сейчас больше не буду пить Кока-Колу. Ну, попозже еще. Как-то же нам надо сбивать ацетин. А по-моему, это долго. Ой, Лизка, Лизка. Летаргином еще ее отпаиваю. Глюкозу дали. Но дали, видно, слишком много выпить. В общем, она ее вырвала. Глюкозу. Поэтому ацетин пока что не падает. Не знаю, если до вечера не собьем сами, Алис, нам придется ехать на капельницу. Поэтому я тебе говорю, лучше выпить Кока-Колу или поехать на капельницу. Как ты думаешь? Выпить Кока-Колу, потому что капельница, это самое плохое, что я вижу на глазах. Да, а меня не только это беспокоит. Капельница еще, ладно. А в больнице можно еще что-то подцепить. Как мы тогда ротовирус подцепили и всей семьей переболели. Можно надеть маску и никого не подцепить. Нет, ротовирус он такой летючий, он цепляется и хоть в маске ходи, цепляешь его очень легко. А с ротовирусом очень часто в клинике возят детей, потому что сами не могут справиться. Пока не будут подходить к детям, только катить все. Бесполезно, по коридору пройдем и все. Он летает в воздухе, этот вирус. Он летючий. Понимаешь? Поэтому лучше дома отпоиться вот этой всей Кока-Колой, Бетаргином. Поэтому лучше не будут детям подходить. Да. Тут записываем уже. Когда пьет Бетаргин, с Костей записываем. Бетаргин развели с водичкой и дают тоже чайной ложечкой. Давай Бетаргин выпьем тогда. Колу не хочешь? Две чайные ложечки давай. Бетаргин тоже не особо вкусный, но Алиса его пьет. Давай. Глюкозу пока... Бетаргин я люблю пить. Да, глюкозу я пока больше не рискую давать. В крайнем случае, может, буду так, как Бетаргин давать по чуть-чуть, потому что мы ей дали слишком много сразу. Мы хотели, чтобы она полстакана сразу с разведенной полампой глюкозы выпила. А она выпила и все обратно. Это трэш. Вон, кастрюлька рядом на всякий случай стоит. Но она хоть сейчас не лежит, уже тряпочка. Я тоже лежала как тряпочка, спала, спала все время. Сейчас хоть и ест, пьет, понимаете, уже как-то морально легче. А то, когда ребенок лежит как тряпочка, ты думаешь, что реально все, уже надо вызывать скорую. Держи. Да! Мы тут с Алиской вовсю смеемся с книжки, которую ей подарил Зайчик еще вчера, да? Или позавчера? Вчера. Смотрите, какой тут прикол. Эльфы ищут. Один говорит, ты уже слышал, потерялся список хороших и непослушных детей. Второй говорит, кто-нибудь видел список? И мы такие с Алисой присмотрелись и нашли этот список. Вы видите, где он? Вот он. Наверное, не олень сейчас выкакает, вытерет и не попу. Короче, мы сначала засомневались, что это этот список, а потом перевернули. Перевернули книжку вверх ногами и прочитали, что там написано. А там написано хорошее и непослушное. Все-таки это этот список. Смотри, здесь написано хорошее дети. Да, здесь написано хорошее, а здесь непослушное. Да. А здесь хорошее, а здесь непослушное. В общем, с этой книжки Алиса очень много смеялась. Просто тут просто она ну очень смешная. В общем, им не хватало работников, и они позвали пингвинов. А пингвины вместо того, чтобы работать, они просто наводили беспорядки. Полностью. Вот в глазурь упал пингвин, например. И у Деда Мороза в броди один сидит. Да. А еще они искали новых работников. К ним пришел индюк работать первый день. И спрашивает у повара, зачем вы меня измеряете? Я тут первый день работаю. А повар говорит, просто так. Ну, в общем, пингвины, конечно, натворили много всякого. Смотрите, из Гокки съезжают, глазу видим пингвин. Все сломали. Да, ну, вот чуть печенье запекли. А еще один вон в муку провалился. Что даже эльф испугался, что это привидение. Ужас, что устроили. Целый тараром. Да, один на колпаку, один ему на шляпу. Да, один сидит на шляпе у повара. А один на рубашке. Очень смешные пингвины. Еще потом там в окошке торчит один пингвин. И четыре пингвины летят на больших леденцов краны. Да, это такая машина, которая изготавливает вот такие леденцы. А они их запутали все и сделали вот такими. Так, нам пора попить. Да. У нас тут целый салон. Что вам? Бетергин, кока-кола с водой. Или, может быть, компотик из сухофрукта. Мне воду. Воду? Да. Ты как буратино. Три корочки хлеба. Такое выбор, а ей воду. Это я сам придумал. Держи. Паука-медведь. Да, да, да. Держи воду. А этот кусается. Алиске больше нравится пить воду. Но врач сказала, а бы что, даже и воду. Лишь бы отпаивать. Это Алиса тут рассказывала, что вот изобрели новые игрушки эльфа. Видите? Паука-медведь. Динозавр, который по-настоящему кусается. Ну, тут вы сами можете прочитать. Даже не хочу это читать. И Санта-Клаус такой, знаете. О, что за работники. Что они понапридумывали такое. Много не пей. Давай лучше тебе компотика еще дам. Давай. Он такой вкусный, с сахаром. Ой, я блялась. Садись. Компотик уже немножко остыл. Но смотри, он еще тепленький по чуть-чуть. Это Катюша сварила тебе. Из сушек. Держи. Держи. Компот из сушек. Как вкусно. Вкусно? Садись. Садись. Слишком вкусно. Держи рукой. Чашечку. Давай. Сладенький вкусный компотик. Вот так вот отпаиваемся, отпаиваемся. Надеюсь, этот ацетон без капельниц снимем сами. Все? Все? Нет. Как вкусно. Вкусно. Давай книжку дочитаем, потом выпьем. Хорошо. Деда Мороз танцует с оленями. Да, олени у нас тут в книжке любят танцевать очень. Книжка вообще прикольная такая. Так настроение поднимает. Да, здесь один олен. Ой, у тебя что, у тебя сухарик на подушке остался? Посмотри. Он сварился с Катей в книге. А Кашок, как он на книгу попал. Хочу его съесть. Подожди, сейчас Катя чистеньких принесет. Ням-ням-ням.